Песня. 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 О чем сегодня поговорим, Евангелие закончено? Просто вопросы... Есть книга вторая. Есть вопросы, можно позадавать. Покажи вопрос. Я в любую держу телефон, все, куртку подали сверху. Она сразу сказала, что у нее есть счет сколько. И ты думаешь, что ты этим узнаешь, что еще не единица твоя, может быть, а ничего ты еще не узнал. Есть там, где Таиланд, в горах, какое-то государство. Слышали, что у них очень богатое золото все. И решили туда направить человека. Американский, это английский разведчик. Он, кажется, два года учился шагать, чтобы шаг получился совершенно одинаковый другому. Вот тогда можно сказать. А сколько шагов? Как сто шагов, а у нее с собой буддийская коробочка на пазочке. Это маленький считай. И все думают, что он буддийский могла ходиться. И он до конца узнал. До одного метра. Это дело не простое. Мешок, ведро, это не единица измерения. Сантиметр, метр, килограмм, цель картона, грамм. Все. И так в электричестве и везде. Надо трудиться над этим. Знать. Я для сколько своих шагов меряю, и они у меня все различны. Тогда я беру большое расстояние. Считаю. Одну левую нам будет столь, умножаю на два. Беру сожжение по два метра. И теперь я вижу, ага, у тебя восемьдесят семь с половиной сантиметров. Я говорю о том, что в любом месте. Я считала Библию. Я исследую. Сколько? Я посчитала Библию за год. Чудесно. Я открываю место Писания и не знаю. Произношу раз такое написано. Да хочу, что читал тогда. Размышление. Совесть твоя должна стучать здесь. Это для меня написано. Павел идет по пустыне, к нему подошел Владимир и говорит, а что ты на занятия-то не ходишь? Монахи там надумали как-то собираться. Да я неграмотный. А что проходите? Он говорит, удержи язык свое от зла и уста свои от лукавых речей. Он говорит, все, 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 больше не надо. Ой-ой-ой. С головой потонул он. Ушел. Через три месяца встретился. А что не ходишь? Я все еще дон не осилил. Удержи язык свое от зла. Чтобы научиться говорить, четыре года надо. А чтобы разучиться, сорок четыре. Понимаешь, во всем заложен какой смысл. От слов своих оправдаешься и осудишься. А когда оправдаешься? Когда по слову Божию. Вот я гляжу сегодня, выступает там Андрей Ткачев, такой известный священник, Смирнов, Дмитрий, Осипов. Они людьми не занимаются. Он говорит, стоит на треугольнике, радуется, поет соловей. А потом, кто снимает, повернули маленько. Я гляжу, у него там торговля идет, служба идет, народ как бровное движение. Они не занимаются. Как он одевается, как ест, как пьет. То есть, лишь бы пришел, свечку купил. То есть, они в подлинном смысле не труженики. Труженик, ты определенный участок. Вот у тебя огород. Сколько у тебя огорода? Двадцать соток? Ты обработай его, чтобы у тебя все расслови, полыхало. Они так, как у нас. Много, да. Батюшки, когда пололи последний раз? Вела и ищем, где лунка. Игнарин племянник приехал. Сейчас много этих налоги. Посадите, чтобы на огород не заходить. А рядом с нами. Он пришел, встал на дорогу, не поймал, где он садил. А бульян вот такой вот, а картошку там задушил. Он постоял и ведро назад ушел. Так и душа. Ты перемени все это. Я считал сегодня третьей езды. Как? Я на своей душе работаю. Соседи, друзья. Или лишь бы хорошие отношения, я им говорю, ой, какой ты молодец. Какой ты замечательный. У меня там калитки две. Железно оторвалось. Он завтра придет, мне приварит. А тут другое приварит. Научись. С позиции вечности. Перед престолом Божиим оправдали. И во второй раз, 9-28 посланники евреев. Явится Христос не для покаяния. Покаяния никого уже не будет. Не для ожидающих, но для ожидающих его воспасения. Все. Ей, приди, Господи. Библия заканчивается. Ей, приди, Господи. И дух и невеста говорят. Приди. Вот это главное. А как? Да приди царство твое. А ему царство твое. Оно же не пустое. Весь всталем. А как придстать перед его величием? Вот батюшка оставил. Ну, к примеру, сказать, о вещах-то. Приходит, там одна дохлая валяется. А где остальные? Остальные холки раскащили. Да я же тебя оставлял. Ну, я не могла. Я тут стряпал. Я тут... Я не знаю, как отвечать. Сразу оправдание. Душа, с которой ты встретился. Ян Золоталус говорит. Одна душа погибнет по твоей небрежности. Небрежности, неумышленно. О, священник. Тебе всей жизни не хватит рассчитать за нее. Ибо за нее умер Христос, пролил кровь. Сына одной спасенной души дороже целого мира полного золота. Мы бы вот это понимали, мы бы трепетали об этом. Как? Это с меня такой спрос будет. А сколько их там прошло? Я в 23 года Евангелие только получил. А сколько раз меня Господь касался? И за ней пришел съехать в отпуск. И со мной сели в одно купе старик со старушкой. Такие худенькие оба. Немцы. Да мы с ними разговаривали. А они надехали. Думаете, я немец с ними говорю. Да мы песни попели. А я подвыкнуши. Свинья русская. Ну, в дороге-то ехал, там пиво продают, в ресторан. Все спрашивают. 21 год. А они мне о Боге говорили. У них рядом стоят дизайн-бух. Книга. Писно пели. Ну, по слову Божию. Потом уже Лиля Баурова у нас жила. Она к нам приходила. Мы с ней пели это. Я тогда увидел Свинья. Господь стучался. Прошел пьема. А сколько таких было стучался? Там я заболел. Сердце схватило. Пять лет мне. Я стою около Масоловского. Отца встречать. А я не могу продыхнуть. Я понял. Я помираю. А после этого 70 лет. 80. 75. И сердце вообще как будто нет у меня его. Как мотор работает. Господь стучал. И вот если найти сами себя. Когда начнешь. Вот так вот за голову схвативаешься. Ну, чем я родился? У нас селосная яма была. Далеко там от Колоколь. И туда мы ездили. Такие тракторы сами. Они скрипят. А я лежу на них. Поехали за саду. Звезды. И как вспомнишь, что носу Божию. А еще ничего не знал. Я знал ад. А рай. Даже не надо говорить. Чего надо будет смеяться. Хотя я живу не как другие люди. И теперь я все это на память, на прикончение привожу. Господь, долготерпеливый, многомилостивый и всемилостивый. Как утренняя молитва говорится. Вот это будет исследование. Один минут дорога. Еще что-то вспомни о своей жизни. Ой, ой. А тут придумали сегодня священники. Бог забыл, и ты не вспоминай свои грехи. Не вспоминай. Ты спасен. Господь говорит, я не вспомню. А ты помни. И прямо сирина, когда он был селенским учителем, под глазами были борода от слез. Апостол Павел говорит, я не достоин называется апостол. Я гнал церковь. Уже пишет послание и все время помнит. А сегодня выходит, вот с такой утром из священника, я выжжу в интернете там. И Бог не вспоминает, и ты не вспоминает. То есть это всегда так ухватило это. Но ты не забывай, ты день и ночь вспомни. Вспомни, откуда ты не спал. Зачем это открытие не говорится? Вспомни. Я тебе дал душу. И как же ты ее обредил. Во что? Я просто пережил вот это внутреннее. Вот мы ездили, это уже 5 лет. В 2014 году мы были в Латвии. На то место приехали, Николай Куличин и Виктор, в Латвии. Мы проехали там до Лиссабона, вернули через Швецию и сюда. Тот дом нашел, где я впервые получил Евангелие. А дома-то нет, а там какая-то стоматологическая клиника. Я там упал, плачу и палюсь. И теперь, кто бы ни смотрел, мне пишут, все плакали. Я ждал встречи, я принес подарки. А там нет никого. Все умерли, рядов убрали. И тогда, не знаю кому, зашли в это, а это испугал их бородатых. Позвонила полиция, и все это заснято. И полицейским мы объясняем. Я говорю, я вот обратился к Богу, работал на корабле. Я приехал отблагодарить. Кто тут хозяева? Я им отдам книги. Один вышел, я ему передаю. Понимаешь, это так трогательно. Почему? Чувство благодатности, оно... Я ждал этого 52 года вернуться туда. Через 52 года я приехал, а там ничего нет. Вот люди, которые принимали потеряющие крещение, для них это место такое. Где они впервые услышали Слово Божие. Ты это все, и твоя жизнь такая наполнена будет радостью и благодарностью. И жизнь моя в твоей руке. Ты, еврей, как говорят, завязал в узел. В узел, когда завяжи там, а там свернуто что-то. Вот так моя душа хранимая тобой, Господи. Это в молитвы ходит. Все. Маленький пример в эти рекорды. То есть вся жизнь начинает показывать, что я неблагодарный. Я не знал, но я тосковал об этом, и Бог пробудил, нажал, довел в землю. Вопросы можно задавать, да? Я думаю, для этого мы собрались. Хорошо. У меня несколько вопросов. Первый. По второй заповеди. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Вопрос. Как правильно любить самого себя? Хороший вопрос. Я на него несколько раз уже отвечал. Повторением отечения. Ну, просто так. Ты с себя узнали. Напиши. Это я. Двоеточие. И дальше начинай. Родился. Крестился. Жил. И напротив каждой требование Божие. Десятисловие. Почитай отца и мать. Всегда не почитал? Не доставлял ли огорчения матери и отцу? А доставляя огорчение им и учителям, мы сокращаем их жизнь. Они переживают, перегорают из-за нас. Да? Вот здесь приезжал у нас шахматов Алексей. А где-то монахи ему дали. Десять слоев. Десять слоев. В монастыре разложили они по порядку. Не прелюбодействовали с женщиной. То другое. Не изменял ли жене. Не было ли связи с родными, с какими сестрами. То другое. И он, бывший журналист, он по сексологии там все такое-то. И вот он опять снимает его. И вот так. Это монахи мне дали. Отрекался ли Бога? Виноват. Напротив строчки ставят галочку. Так. Не было ли самонадеяния на себя? Я с моими силами. Мх, виноват. А сам перед нами. И вот снимают. И он по порядку, по порядку изменял жене. Многократно поразит такой. Виноват. А люди-то слушают его. А то покаяние перед народом. Он не на публику играет. Это не каждый на это решится. А здесь дальше. Убивал ли? Нет. Не повинен, Господи. А дальше. Ненавидящий брата еще нахуй бился. Виноват. И опять, опять сморшится и галочку ставит. Это в интернете стоит. Можно даже посмотреть. Я перетащил к себе. У меня на моем канале стоит. Любить самого себя. Из чего ты состоишь? Теперь посмотри. Как ты спишь? Как встаешь? Как соблюдаешь посты? Ты православный? Теперь православный. Бери, все православное. Это не звук. Янзо Таус говорит. Для многих слово христианин пустой звук, вводящий других в заблуждение. Нас тут задержали однажды. Здесь. А было время, мы задерживали вначале воров. И вора одного задержали. И там мы, я не один был. И которого нашего одного задерживали. А он начнет там сопротивляться, говорит. И он его матом обложил. Съемка идет. И в интернете теперь говорят. Да какие же верующие, когда вы материтесь? Прямо матерком обложил это. Все на весь свет. Он видит, что снимается. И не удержался матерок. А вот теперь думай. Как? Исследуй себя. Во время гнева. Какие слова? Узнай самого себя. Охота поспать? Вчера ты вставал, позавчера. А сегодня не встану. Это как будет? Это ангел будет. Я напоминаю Анну Демидовну Долгова. Новосибирскому. Я, как всегда, я сначала слышал разного случая. А потом слышал дыхание прям рядом. А потом слышал, тихо так говорит. Аня, вставай. И однажды я не встала. Муж только что вернулся с завода. В избе холодно. Я только-только прилегла. Я не встала. И больше этого никогда у меня не было. Ангел отошел. То есть, и будить не стал. Ну, под эти явно-то поднялась бы, встала, как или... Все равно можно было. Я этого не сделала. Это вот теперь и смотри. Что ты больше любишь? В тепле полежать или одеться на помолиться? И по порядку так. Любить себя, это для вещи. А бабушка любит внука. А что у бабушки? Только одно. Ешь больше, спи дольше. Все, бабкина любовь кончилась. И поэтому ждут, когда она пенсию вечериную получит, чтобы ее в шоколадке отдавали. А шоколадки сегодня совсем ядом не любят. Сегодня шоколадки. Вот самого себя. Как одеваешься? Сколько на себя тратишь? Сколько? По одежке протягивай ножки. И теперь посмотри. Старая не носить, нового не видать. Пословица русская. Теперь ты любишь себя. В какой позиции? Для Бога? Да. А если человек лишний, не имеет груза, никому на помощь не придет, побежать не будет. Ну, проще это. Ты оттягодил себя этой мамоной, спереди да сзади-то. И ничего нет. А какой ты должен быть? Тонкий, звонкий и прозрачный. Так-так, тоже русские говорят. Вот ты всегда слушай края уха. А кому помощь моя нужна? А кто мной нуждается? Это ты себя возлюбил. Ты хочешь проюбить? Что спрашиваешь-то? И для другого пожелаю. Не бойся потерять его расположение. Ты правда ему скажи. Ну, не так, подошел ты, присяг. А выбери момент, где сказать. А может не сегодня, а завтра. То есть приглядись к этому. Как самого себя. А если себя не любишь, а только живешь за утробу. А что ты другому задашь? Ему еще не досталось, ты все съел. Любить себя надо научиться. А то, ой, опять о себе любимом говорили. Перешагнуть надо это. Я вот начал говорить, перечисляю самых известных священников сегодня. Все на одного одинаково говорят. И притом говорят неправду. Вот спрашиваешь, что такое Великий Пост? Он назывался Апостольский. Правильно. Когда это было? Ну, это, знаете, это, там, в первом веке. В первом веке. Назови, кто его исполнял. Его не было. Его не было. Такой, какой есть. А то еще, вы знаете, у Нерона была такая любовница, там называют, которая подняла ему на то, чтобы он поджег Рим для строительства нового. А потом Нерон свалил на христиана, и гнали, горение было. Христиане постились. Черт попало. Ну, покажи Библию-то открыто. В Библии написано так. И помолились на них с постом. И возложили руки, и благословили на проповедь. Вот для чего это, для проповеди. Другого нету. Деяне апостола. Вот тут понятно. А Петр, их в разные годы казнили, в разные месяцы, в разные дни. А церковь с него в один день, 12 июля. Церковь сделала это. Ну, люди разделяются. Я, Яна Азатолуста люблю, а то, а я Василия Великого, а то, а Григорий Богослов мой любимый. И разделились на группу. И тогда церковь Василия Великого, Григория Богослова, Яна Азатолуста в один день сделали. И все, в один день пришли в храм. А то в разное время, они придут, другие нет. Церковь, это любящая мать. И плохого она нам никогда не даст. Ты беспощаден будь себе. Начни поститься, плоть завопеть. Ой, не могу. Попоросящий не звать будет. А ты скажи ей, как врешь, обманщица. Мало яш, мало пей, здравый будешь. Кто испытал это, тот узнает. Как это? Это самого себя. Я и другому буду говорить. Тут у меня приехала одна баптистка. Ценный день, может, ныщет, как кошка, песни поет. А как пост соблюдать? Я не могу, голова кружится. Голова кружится. Ну и пусть она кружится у тебя, сама-то иди прямо. Баптист один, все принял. Такое же самое. До дома не доел, съел. Валентина подала, какая баба Марша, никто у нее там жила, в Воронцовке-то. Она и дала на Великую неделю. Только не ешь, папа. Сейчас пост, а потом она... Басхи. А? Пасхи. Завтра Пасхи. А я и сегодня молоко куплю. Она не выдержала и съела. И Валя говорит, прости, я не выдержался. Вот и все. Я немножко подумаю. Я не басхи придумаю, а конкретно. А ты себе прямо поставь. Нравится? В магазине прошел, а сатана как ловит. Видели небольшой такой отрывок фильма? Интервью берут у сатаны. У дьявола. Кто видел? Ох, и советую посмотреть. Если не знаете, как мне зайдете? Я вам покажу сегодня. Вот подобрали артиста, дьявол и дьявол. И с журналистом встречается в лесу. Я советую ему прямо зайти сегодня. Как называется? Интервью дьяволу. Так и называется. И вот дьявол... Мы говорили, а почему... А вон и дьявол в конце говорит. Скажите, а почему надо начать трещь, что такой лес вокруг и все. А вы что, хотели, чтобы я с вами в храме встречался? Дьявол отвечает. Ну, я не думал. Так ты, наверное, думаешь, что в храме это все люди ваши? Он ха-ха-ха. Да мне немножко только, если меня слушают, он уже мой. Дьявол говорит. Немножко. Тут немножко, там немножко. Дьявол. Объясняет. Ну, а как ты людей приезжаешь? Он говорит. Как? Смотри. Палец загорелся огнем. Погасло. А теперь смотри. И вдруг буря поднялась, деревья качаются. Как это так? Он ему вопросы задает. Дерью у дьявола берет. Скажи, а кто у тебя самый большой враг? Я говорить не хочу. Я его подвел, вот к веселесу распял. Я зло ему все равно делаю. Как? Увлечь человека, чтобы он тебе не служил, а мне. Дьявол. Чтобы. Маленький человек прошел, говорит, перед витриной, посмотрел. Раз, ну, будет купить, вот и денег не хватает. А вполне может обойтись. Я уже понимаю. Я не знаю, что он думает. И мне не дано. Но я смотрю по поведению. Но отвечает абсолютно точно. И он когда ответил однажды, ты еще христианин? Он говорит, ты Библию считаешь, что-то она. Чего я не люблю? Я люблю покаяние. Я люблю, когда Библию считают. Я люблю, когда каюсь. Болятся со слезами. Он все высказывает. А как? Что с тобой дальше будет? Дальше будет. Тот, которого я распял, он придет и уничтожит меня. Если ты Писание знаешь, ты понимаешь. А кто ты такой? Кто? Это то, о котором говорят, о котором они видят, о котором управляют всем миром. Дает нам намек, кто он такой. Да. А как ты оказался на земле? Как? Я проводил кампанию по выборам. Но все пошло не так. Я лгал на каждом шагу. И ты думаешь, насколько здесь миллионы нас здесь на земле, которые за мной шли. И он всех нас сбросил сюда, на землю. На землю произошла война. Даже смотришь, крепость берет. И он когда пошел, оглянулся на него. Он так только раз, на дерево скрылся, и нигде никого нет. Немножко по нему, немножко задумайся. Тебе нравится это. Уже все. Уже ключев заброшен. А только подошла такая мысль сама себя. Отойди от меня, сатана. Ты мне соблазн. Ты думаешь о том, что человеческое, а не о том, что Божье. А ты кому Христос сказал? Апостолу Петру. Апостолу Петру. А он говорит, Господи, да не будет с тобой этого, чтобы меня распяли. А Господь, отойди от сатана. Только сейчас сказал, тебе ключи дается, и отойди от сатана случайный. Понимаешь? С тебя. Если ты так. Мне говорят, ну вы, понятно, хотите стать мучеником, едете в Чечню. Но этих задачей берете, вам-то все равно уже в Чечню ели. А мы раза три там были. И, наверное, нигде так себя в безопасности не чувствовали, как там. Все, что говорили мне о разных странах, все правильно. Но она нас не собирала. Никак. Самое трудное переезжать в Польшу. Мы самой рекой ее прошли. Она даже не вышла к нам. Штаб поставила на свидание. Собака. Какие ни делали, у нее чип был. Собаки здесь. И все документы. Это самое главное, Швеция. Там не той бумаги, не того света. Мы приехали, как родные братья. Почему? Мы молили, за нас молились все. И пока тут в Англии стоят баптисты, и ребятишки молятся. Рукой крестятся. Господи, благослови Игнатия, путешествия его. Я такого не видал никогда. Выставили в доме. А почему? Потому что мы для них есть и Слово Божие. Мы шли с подарками. Огромные подарки. Мы подарили по нашим Игам на 35 миллионов примерно рублей. Это Бог сделал за все поездки. Как ты себя любишь? Ты себя любишь для спасения. Не бойся другому подсказать. О молитве. Запомни. Молитва, пост, благовестие. Вот это, из этой трианы никуда не выходи. Молитва, пост, благовестие. Если хоть одно будет сломлено, вот фигуры разные есть. Вот такая, как коробок. А вот видите, подперло вверх, в сторону, и угольник вниз. Самая крепкая фигура, не подвижная, это треугольник. Это единственная из всех фигур геометрических. А тут уже и намек. Трое. Трое вас, трое нас, помилуй нас. И вот выступают эти знатные смещенники. У меня они и не враги. Но я их трогаю, я знаю, они на меня бросятся. Прям буквально в этот же день. Вы конкретно с каждым человеком позанимайтесь. В чем он нуждается? Нуждаются и в деньгах. Подскажи, подправь. Вот у нее сын. Вы его помните? Он у нас каждый день на руках. Мы каждый день о нем молимся. А он не член в церкви ей сегодня. А почему? А я вижу ее заботу. И это передалось мне. Как будто это мой родной брат. Я о Павле молюсь и о нем. Он добрый. Он везде на помощь спешит. Но не зная Бога, добрых много в аду будет, чтобы не попал туда. А без веры говорить Богу, написано, невозможно. Ибо надо было, чтобы приходящий веровал, ищущий его воздает. Неверующий Богу, представляет Бога лживым. Так я не говорил. Э, дружба с миром. Вот смотреть, сидеть, телевизор там нет. Дружба с миром есть враждах против Бога. Это одно и то же, чтобы я вышел с Богом сражаться. Где написано? Яков, 4 глава, 4 стих. И ты это ему скажи раз, другой. Да, он не будет принимать. А тебе не надо решать. Если ты сказал, а он не принял, он погибнет, а его кровь, я с него взыщу, Господь говорит, с его головы. А ты спас свою душу. А если ты не говорил, он погибнет, так, а говорил, не принял, его кровь на его голове. Вот с этой позиции заходи, с позиции вечности. Суда Божие. Вот мы встанем с ним. Я говорю, Господи, он у меня работал прошу в году, кажется, мы там. Я еще не попрошу, он тут же сразу делает. Мы на мосту работали, колотеть надо. Он сразу же явился. Я все это в уме держу, Господи. Человек-то хороший. Открой ему двери, Вера. Я просто стучусь к Богу. Открой ему, Господи, чтобы мать при жизни увидела эту радость его служения. Ты себе желаешь спасения. Ты вот так же проникли в все эти. Вы у меня все дадут повторяемые молитвы. Никого нету, чтобы я вас не поминал ежедневно. Нас родила кровь Христа. Научись это говорить. Нас родила. Нам новое имя, нас зовут христианин. Вот ответ тебе. Перечислять не надо. Ответ тебе не поняла. Давай вот это. Открывай в жизни свою. Вот тут я правильно поступаю. Четыре вопроса. Я сегодня их говорил. Все у тебя стало на место. Ну и после этого еще посоветуйся с духовным лицом. Когда все знаешь. Я говорил, как она из Италии писала. Переезжать, не переезжать. Я не... Ответа нет. Сколько месяцев, год, нет. А потом я пишу, Анна, ответ пришел. А какой? Я открываю место писания. Я говорю, вот запиши крупно. Теперь пойди к священнику, где исповедуешься. Ему это расскажи все. И вот он как тебе скажет, так и сделает. А она уже монатки смотала, уже приехать сюда. Дети не верующие, там оставить. А священник помолился и сказал, никуда ездить тебе не надо. Да как я? Тебе что сказал тот человек, которому ты говорил? Он молился, ответ от Бога ждал, да? И сказал, это от Бога, да? Я думаю, я не изменил тебе ничего. Я ознакомился с местом писания, которое я прислал. И мне на сердце положено, что ты не ездил. Я сразу успокоился, как от Бога. Вот у нас идет суд. Мы сидим. Сидим против... Я не буду даже скрывать Вадим. Там с Настей. Суд идет за детей. Я говорю, вы согласны, как сейчас суд? И мы будем молиться. И как суд решит, вы согласны, что больше не подавать? Согласна. А сами после этого опять подали. И все это записано. Ну ты же отдал обещание. За язык никто не трянул. Зачем вы солгали? Что продали? Не вам ли принадлежало? Вот мужа хоронят и тебя вынесут. Так? Не деньги нужны были. Вы солгали Духу Святому. Духу Святому. Когда мы говорили так? Сказал маленький, тогда я передумал. Ты не можешь этого передумать. Мы уже договорились. Теперь только умолять можешь его. Если он сказал нет, твердо все, делай как есть. Вопросов нет. А ты же не голову собрал себя на крестителя рубить. Это другая клетка. А нам и крестить это нельзя. Вот трудно сегодня разговаривать с мусульманами. Чуды и так и не заметили. Ты знаешь как. Женщину впервые в мусульманском мире избирает главой государства Пакистана. Беназир Кута. Отец у него был древниминистром. Военно подняли путь, его арестовали, расстреляли. Она вышивается в Англии, в США. И наконец ее партия первое место заняла. И на рэдроме говорят ей, военные, давайте мы тебя перенесем прямо в твою резиденцию. Ну народ встречается, все улицы запружены, меня желают. А там другие, юноша молодой, нагрузили его взрывчаткой. И когда она мимо проезжала, концы соединил, раздался взрыв. Примерно 48 человек убило и 500 ранено. И она погибла. Я для чего-то рассказываю. А теперь подумай, как самого себя любить. А ему сказали, если зайдешь, будешь в раю. Их так мучает. Ну молодые, собрали кучу-то. А где они мучают? У них полигон там где-то. Они закрытые. А рядом отдельно там девицы легкого поведения. Ему наркотики дают. Ночью туда перевозят. И он видит, они угощают его. Живет с ними целый месяц. Кутит. А потом опять сонно перенесли сюда. Он теперь рассказывает. Вы меня здесь видели месяц? Нет, я же в раю был. Там буря и там девушки. Каждую ночь по несколько. И он теперь на все готов идти. Это пишет щит и вещь газета. Милицейская. Люди идут там все на любой обман. Ты ближнего желаешь таким иметь? Нет. А себе нет. Табу. Закрыто. Делай так, чтобы небеса радовались. Да прийди, царство твое. А он пришел сегодня. А почему? А раз я воблах для меня уже наступила. Или царство, или возьму. Вот мы молимся, когда Господи, да не застанет Твой приход наши отшествия не готовыми. Но чтобы высший навстречу Тебе с горящими сметельниками истинной веры и сосудами полными елея добрых дел, соделанным в Духе Святом с любовью. В Духе Святом с любовью. А не так, как это. Вище приставал, а он хлеб, вез горячий. Ну дай поесть. Он тогда калачу, да отстань от меня, собака. Тот поймал и наелся. Он дает, а ему, тот душу спас, калач дал ему. А он его калачу обогрел. С любовью в Духе Святом. Без Духа Святого даяние многие делают. Своим товарищам, коммунистам, коммунистам, фашистам, фашистам. А ты не смотри на это. Нуждаешься человек? Не исследуй, кто он такой. Именно нуждаются, а не пьяницы на возле и выпей. Он нуждается. Да корми, напой его. И Господь говорит, мне сделали это. Тут этот вопрос надо к себе обратить сначала. Я это желаю себе или нет? Вот так. Первое послание Петра. Третья глава. Двадцать первый стих. Тут слова есть. Не плотской нечистоты омытия, прокрещения речи Девятой, но обещания Богу доброй совести. А в толковании написано. Не плотской нечистоты омытия, но вопрошения или выпрашивания доброй совести перед Богом. Почему разные слова? Тут обещание, а тут выпрашивание. Это ж не одно и то же. Но чтобы обещать, ты должен сначала выпросить. Как? Будешь обещать, когда в это не веришь. Господи, люби ближнего как самого себя. Я выпрашиваю, дай мне любовь эту, Господи. Его выпросить надо. Вот он там говорит об этом. Я понял все. Да. Так. Но у меня в Ванне этого нет. Я и прошу. Исполни меня этим чувством. У нас должны быть существования, которые в внести Иисусе. Я тебе загадки загадал. Задам. Чтобы познали превосходящее разумение любовь к Христову. Что означает ее? Высота и глубина. Долгота и широта. Объясняю. Это любовь превосходящее всяческое разумение. И у ней есть высота и глубина. Долгота и широта. Это Златоуст же сказал, что это крест. Это я сказал апостол Павел, а теперь толкует Златоуст. Я когда первый раз прочитал, я выкид раскинул. У меня сколько раз было. Я на крыльцо выскочу, а один никого нигде нет. Ну кому-то сказать. Никого нигде нет. Я поставил маленькой, хоть через забор крючить, а мужики выпиваются и нет. Высота. Крест Крестов. Как лестница, через нее мы восходим на небо. Любовь так возрубил, что отдал Сына Своего. Единородного. Господь доказывает любовь Свою тем, что Он возрубил нас, когда мы были еще грешниками. Я вспоминаю себя буквально с трех лет. Какая была любовь Божия ко мне, а я этого не понимал. И теперь, когда все это пришло, я же не думал даже и до 80-летнего. У меня сколько раз было и покушения были, еще только не было. Тонул несколько раз. Для чего меня Бог сотворил? Для чего так берег? Теперь я понял. 27 сентября 62 года. А дальше, дальше то, что есть. Дальше то, что я вижу. Это Бог сделал. Это высота любви Божией. И глубина. Он крест, закопанный в землю на Голгофе. Глубина его достигла, а это преисподнее разрушило. И сошел в глубину. И проповедовал ожидавшему Его спасения. А широта, широта, растянутые руки на кресте любовью. Он объявляет весь мир и ждет с покаянием. Когда ты придешь, когда ты покаешься, он глудный сын. Вернись скорее. Это широта. А долгота. И крест Христов, Его любовь, пролитая кровь, вводит нас в долгую, долгую, никогда не прекращающуюся, не стареющую жизнь. Просто. Но сам я никогда до этого не додумался. Я проходил это место, ну, хорошее афоризм. Еще если ты знаешь грамматику и так поделишься, интересно, как стихотворение какое-то написано. Ну, один профессор предавал там филологию. И матроса увидел, что видно его по лицу-то. Какого класса? И говорит, а ты знаешь грамматику своего языка? Он говорит, нет, я с детства работаю. Мне некогда юнгой был. Ты полжизни потерял. Это красота, вещи. Как правильно составить. Полжизни потерял. Но вот случилось крушение. Матрос пробегает и говорит, ты плавить-то умеешь? Профессор говорит, нет, а ты всю жизнь потерял. Вот и все. Если ты Бога знаешь, остальное все второстепенное. Можешь знать, а можешь и не знать. Не каждому это дано. Как разговаривает с батюшкиным другом Иван Суворов. Батюшка. Ну, не дано. Вот мне не дано. Вот я считаю, больше страдал там, иниться, кто другой. Я всегда думаю о вас. Ну, это так. А в твоем где? Почему ты обо мне и о себе думаешь? Ну, это вот, знаете, не каждому дано. Что не дано? Дышать воздухом тебе дано, а ему не дано. Благовестность рассказать другим о Христе, это не богословство, а сказать, я вот был неверующим. И какая жизнь пустая. Смерть страшит, болезнь страшит. А теперь мне все это позади. Он знает, что мне дать. Я благодарю за болезни и за это здоровье. Я благодарю каждый день за друзей и за врагов. Есть пословица, такая, враги нам лучшие друзья. И не тот друг, кто медом мажет, а кто правду в глаза скажет. Пословица, собранная далем, они намущают в этом. Ты один раз коснись глубже в себе в душе, и следуй самого себя. Верь, если ты верен, а почему ты не поверишь? Почему ты не спешишь на помощь? Мне не один раз уже приходилось испытывать это. Мы делаем что-то. Делаем общее. Не для себя. Копейки не получаем за это. И в это время я голосую, встаю. Ну, загляни маленько, потому что я на себя таскаю землю и все. Посигналит человек, повернул и дальше поехал. Ну, хоть подойди, извини, скажи, я не могу. Дорога-то тебе нравится? Ну, да. Ну, и изъяны какие. То есть, можно поковыряться на фильме. Я не могу даже, Женя, песка, уезжай, песком ты не засыпал дорогу. Ну, больше половины засыпали. Я голосую. Я делаю для тебя дорогу. Для дороги. Вот такие вот ритмены. А мы вырезаем каблыки, я их таскаю. Ну, мне ли таскать, когда у меня операция на ползоночнике. Я стою, машу рукой никаких. Маханул мимо и даже не затопназил. Я что-то уже думаю. Ну, это пять минут. Ты же сокращаешь, тебе в охоту-то не ехать. Ты едешь по нашей дороге, первый-то мой мостик. Ну, сейчас благодарность. Яма, яма на яме. А мы все-таки сделали. А теперь пошли машины, теперь почти ничего нет. Когда ты видел это все. Я должен тогда думать, а какая твоя вера тогда, если ты сам себя не видишь. Для вас же делаем мы. Я тащу бревно и два и два поднимаю. Ну, надо вытащить его. Кто-то, Володя, посильнее. Ну, ты видишь, я рядом стою. Мы же для вас делаем это. Мы здесь и живем. А фактически все равно я для себя делаю перед Богом. Вот завтра я сказал, кто может, подойдите, сучечки подбирать, загород выбросить, фрук этот освободить. Мы дальше загородим его, что можем, распилим. И там распилили на которые. Хорошо, когда у нас, например, птицы поют. Когда рыбой есть. Когда климат другой. Это влажный климат. Как самого себя. Мне это нравится. И тебе нравится. Ну, и тоже прилагать силы. Наша любовь проявится окончательно. А если мы будем со Христом. Вот тогда она во всей широте и долготе будет открываться. Я делаю для вечной жизни. Для того, чтобы ты понял объятие Христа, пришел к Нему. И дальше. Теперь это переходит на тебя. Чтобы твердыни Адаму были разрушены. Вот он бегает, пасет рядом. Я обролам, хочу сказать. Видит, вижу, что занимается. А мы грузим на тележку. Он подскачает, тележку держать. В другом месте я там за... Мухи залазят где-то, газета. И он тут уже подошел. Газетки мне подошел. То есть это уже приученный он к этому-то. Это меньше. Если не занимается, он будет бегать. Он даже не увидит. Я там сразу увидел, подошел в такая маленькая рельс. Бензинщик тащит. А с нами пошел до конца. Далее. Он подошел со своим позом. Это маленький такой пример. Но это уже основание закладывается. Сегодня. Почему евреи говорят. Дайте нам детей до 4-х лет, а дальше делайте, что хотите. А они уже наши будут. А у нас до 4-х лет это козлёвы. Кто утверждает истину? Священное Писание или Единая Святая Соборная Апостольская Церковь? А как это разделять? Единая Святая Соборная Апостольская Церковь и дала нам канон Священного Писания. У нас 4 евангелиста. Матфея, Варк, Лукояр. А их-то 20 было. Евангелие-то. Евангелие от Побы, Евангелие Евреев, Евангелие Васильевска. Где они? Их нету. Да мало того, там написали таких еще и. И первые христиане, они не могли разобраться. А церковь выиграла. А где это? 85-е Апостольское правило. Их перечисляет. Единого послания к евреям, два послания к коридвинам. И все это перечисляется, чтобы не ошиблись. И Иоанна Богослова, три послания, Петра два. И вот церковь это дала. А церковь это, Вселенская Церковь и есть. Мало того, еще и добавки дали, вот это толкование. А толкование должно быть такое, чтобы не противоречило ни одному местописанию. Вот я беседую, допустим, ну, баптисты или кто-то. Одно место такое. А как это? Не делай изображения. А перед ними не поклонялись. А скажите, где изображение было на копчеге? А где Армур преклонялся? Где он падал вниз? Перед копчегом, на котором хоровиво распростерли крылья. 25 глава. Почему он на 20 главе остановился? Сектанты, это узор взгляда на истину. Он ищет истину только так вот. И все. А вы признаете Павла, молитесь Павлу. А вы нет. Нет, одному Богу единому. А вы, как идолопохлонник идолов, настроили себе. А Павел говорит, посадите мне, мы приступили к Духам Святых, достигшим совершенства. К кому? Все. Баптистская аккарина осветилась. Ну, кому дальше написано Создателю Нового Завета, там, к ангелам и достигшим совершенства Духам. Это души святые. И мы к ним приступили, молимся. Апостол Павел, Иоанн Затарус, молите Бога о нас. Они рядом с Богом. Мне нужны ходатай. Вы не можете стих объяснить. Ну, кланяться надо только Богу. Вот Петр же сказал, когда поклониться Корнею Камиле. Я тоже человек, Богу поклонись. Значит, нельзя кланяться землю? Нет, нельзя. Он взял один стих. Нельзя. Давай, запиши. Кланяться еще на веку лицом до земли нельзя. Нельзя. Ты Писание знаешь? Теперь смотри. Сыны пророческие. Подошли к Елисею и поклонились лицом до земли. А это как мать Гарсавия заходит и к Соломону поклонилась лицом до земли. Все. Бактистская акалина слетела. Ну, почему ты все места-то не берешь? Ну, до чего нужно? Ну, а почему Петр не... А вот теперь вопрос ты задал. Почему? Отмечаю. Потому что язычники легко боготворили людей. Легко. Вот Павел, там, когда был с Варнавой, вместе проповедовали. И когда исцелили людей, они Боги сошли в образе человеческом. Одного назвали там Зелсом, другой там еще. Когда были на острове Мерит, Ехина повисла грешный человек. От моря спасся, а змея его ужарила. Но видя, что он не умирает, мнение применили. Это Бог. Наверное, уже был быка за рога и хотели в жертву принести быков. Он говорит, мы тот же человек. А тот же человек означает то, что когда Корнилий молился, то явился ангел. А градация какая? Вот человек. Выше человека ангел. А выше ангела только Бог. И вот, если ангел явился и сам не может сказать, ясно, что речь идет о Боге. Идите туда-то, там-то на улице прямой, в доме Кожевника, Симон Ионин. И он вам скажет, он что, ангел сказал, он рассудил правильно. Ангел не будет посылать к низшему, он посылает к высшему. Раз я не могу сказать, скажет Бог. И он подошел к Петру, а Петр говорит, я тоже человек. Зачем? Он говорит, и так видно же глаза, борода. Я тоже человек, я не Бог. Зачем у меня за Бога? Они его за Бога приняли. Вот как? Да так. Это церковь истолкала, я бы этого не знал. Я старался, учился, запоминал. И ангелам также. А в откровении ангел сказал, Богу поклоняйся. Единому. Нельзя в ангел упадить. А как же мамой поклонился с женой? И принял поклонение. Рафаилу поклонились тоже. Но это не каноническое. Давай каноническое переберем. Сколько там было и ангелу кланялись, написано, лицом до земли. И ангел принимали. А тут не принял. Почему? А в откровениях Христос являлся в виде ангела. 20 глава. Ангел есть, ангел, который, вот как святой молимся. Ангел, падший с неба, ангел называется, я превратился в демона. Ангелом называется человек, посылаю перебесок твоим ангелам. Малахи, я считаю. Ангелом названный он крестителем. И ангелом называется Бог. Вот четыре варианта названия. И Христос являлся в виде ангела. 20 глава. И поэтому... А дальше ангел. Ангел клянулся, как... Ну, мысли-то даны ему понять. Молился, как Бог. Он говорит, нет, я ангел. Такое поклонение я принять не могу. У нас оно ни в чем не выражается. Поклон, руки, ноги. А вот там, видимо, какое-то... Ну, гробом может быть. В лице. Или что-то показано было. Ну, почему написано, женщины, когда пришли, они оглянулись. А почему они оглянулись? Они разговаривали с ангелами, вдруг оглянулись и увидели Христа, но не узнали. А почему оглянулись? А потому что ангел, но в ангела что-то отобразилось, что женщина разговаривала с ангелами. Она поняла, они видят что-то другое, чем я. И она вернулась по этому. Теперь стало все на место. Ангелу можно кладиться, а канон ангелу-хранителю. Канон, там, Яну-Крестителю, Яну-Лутоусту, Божией Матери Акапису. У православных это широта божественная. И то, что ты задал вопрос, они неразрывно об одном и том же. Вот здесь, в этой комнате, шли занятия у нас. И был, вон, Людмилы, брат баптист. И он не согласен с чем-то был. Я говорю, а кто тебе сказал четыре Евангелия? Он не мог ответить. Я говорю, церковь православная. А кто тебе перевод сделал? Он не может ответить. Я говорю, православная церковь. Герасим Петрович Павский. Даниил Абрамович Хвольцов. И пересчисляю где. Они. Ты просто не знаешь. Это православная церковь вам дала. А поэтому там, где вы церковное не приняли, поэтому вы все разошлись во мнениях. От вас слышали адментисты седьмого дня. От них свидетели его. То есть сегодня 21 тысяча разных названий. Конфессии, динаминации. А я говорю, это два слова, которые на сатана прикрыло одно слово ересь. Никаких динаминаций в Библии нет. А я только еретик и есть церковь. Церковь. А я церковь. Когда-то возник. Ну кто его? Я тебе скажу. В 1914 году. Что ты путаешь-то? Ну, адментисты. 1839-1841 год. Елена Уайт. А у меня Миллер, который был-то, он от них отошел. Вот они когда. Ну, 1841 год. Это церковь. Он говорит, я создам мы церковь. Если он еще не создал до 1941 года, значит, то была не церковь православная. Значит, он не создавал. 1800 лет люди жили без церкви. Он не согласен с этим. Ну, а как вы верите? Так верили, первое, что у человека нет души. Они верят, у человека нет души. И нет преисподней. Ну, сатана жизнь его год загнал. Бог показывает на ад, стращает адом, чтобы ты туда не попал. А сатана скрыл все, чтобы ты туда заветел. Ада нет, души нет. Твори, выдумывай, пробуй, как Маяковский говорил. И все. И поплыли мои баптисты. А почему нам не так говорят? Говорят, вот, считают, пища нас не приближает и не отдаляет. Все говорят, и православная так. И не отдаляет. Нет, не отдаляет. А где написано? И вот сидят баптисты. 15 человек и ставят. Вот, не отдаляют. Как? А где написано? Нет такого. Не приближает. Она не может приближать. Она приближает к могиле. Ты больной будешь, ешь лишнее. Ну, ты носишь там, болящий, болящий себе там. Я напоминаю попутно. У нас здесь приезжал на охоту Вагнер Николай Николаевич. Потеряльский. Четыре высших образования. Я больше таких не встречал. У Горбачева-то и как два было. Четыре. Полковник трех рядов войск. А с собой совладелец его. 13-кратный чемпион по саму среди милиции. А вот это не мог себя лично бросить. Ну, привет, я вот так пожелал тут. Ну, ты меня опять рыло на землю. И засмеется. Уезжал. Зачем он в Германию? Прямо в аэропорту. И умер. Он молодожим батюшки был. Очень хороший. Очень добрый. Поможет сделать. Не мог справиться с выпивкой и со чревом. А выпивка и с чревом. Он не пузатый был. Он весь такой налитой. Бывает человек пузатый. Брюхо там висит у него. А этот просто он весь такой, как сутуна. А с тобой совладеть не мог. Я говорю, называя фамилию, имя, отчество. Я у него был. Как Бог? Я сам не могу. Ты должен расписать свою бессилию и сказать. Я не могу. А вот я тебя люблю. Ты сели за стол, я тебя раз и отодвинул. А что такое? Для тебя уже лишнее. Ну, что-то команда за моим столом. А я отодвинул. Тогда у нас лагерь назывался. В честь Климента Амкирского. Такой был мученик. Больше его никто не претерпел. Кажется, 28 лет его мучили. 29. У него ни одного не было участка тела, которое не было прокнуто, прожженное. За всю мировую историю никто не претерпел. И когда он умирал, это, мать умирала, она наказывала. Вот взяла его за руку и наказывала. Сынок, я об одном прошу тебя. Стань мучеником за Христа. И я буду мать мученика. Вот о чем наказано. Она передала его подруге своей, богатой. А ему 7 лет. А в это время голод был в Галатии. Люди выходили на перекрестке дорог и детей бросали. Вот как кошку какую-то. А кто ее кормить будет? И дети там умирали. А он их всех подбирал, приводил к окрещению. И мы лагерь сейчас его назвали. У нас дети там бедные будут. И тогда кто хочет. А бывают и дети уже пухлые. И мы установили голодейскую систему. Как лишний вес убрать. Два сухаря можно взять. И компот. Кружка. Больше еще нет. И вот они дети так как брать. А ну какой сухарь побольше. А сухари-то небольшие. И отдельно скамейка. Мы так обедали. Так. А в руке скамейка прямо колобака с водой. Которой называлась галактическая скамейка. Дети. Кто хочет лишний вес. Но один там вылазит. И обижен. Сухонько нет. Тебе не разрешают. И наоборот надо повышенное дать. А эти сидят здесь. Один посидел. А я и не хочу. А тебя никто туда не садил. Ты сам завез. Вылазь и садись за стол. Проси. Плов тебе дадут сегодня. Компоту. И так это у нас вошло в систему. Галактическая система голодания. Добровольная. Мы с Казани. У меня ребятишки были. Прямо в течение двух недель там совершенно изменяются. И держат. И так же работают. Дрова пилят. Бегают. Играют. Сухари небольшие. Если по-военному. Это булку побольше распиливают. А один сухает. Это просто баклей на сухарики. Видишь как. Самое простенькое. И ты наблюдаешь за ними. Смотри. Дети такие. А почему ты не сумел так? Ты видишь, ты видишь невеста. А тебя как зовут? Бор. Ну тебе зачем это? Ну ты помнишь, что с Новосибирска двое привязали. Патальонных был. Потом это украшение отец приносил для первого храма. Вот так. А сейчас говорят, с него все сошло. Ты любишь себя, другому подскажи. А я знаю, он обидится. Люди, которые полные, жирные, пузатые. Слово пузатые, это Нургалеев, министр внутренних дел, министр. И знал, как это милиционеры, полные пузатые. Всем подать на увольнение. Пузатые. Слово-то такое, не насчастное. Ну и начал выгонять. Пузатых-то выгонял. А это молодежь еще не знает. Он сказал, пузатых снова принять. Пусть работает. А это совсем еще не знает. Ну не всех, конечно, а специалистов-то, пузатых. Милиционер он должен уметь защищать других. А ракану кого защищает? Его пузаткнул и все. Мы говорим, я знаю, люди полные, им сразу это не нравится. Но ты потерпи, иначе не бартится. Когда в город едешь, ты в каждый шинок-то не забегай за бережами. Зачем тебе это нужно? Так, если будешь... Наверное, это... Наверное, что есть там все-то есть? Что ты делаешь? Хороший почерк. А, он просто отдал. Петрадки просто. Что, еще есть вопросы? Еще есть вопросы? Еще есть. Вопросы должны быть спасительные. И ответ удовлетворяет каждый душ по Писанию. Если ты веришь в Бога. Есть? Вот протестантский лозунг, только Писанием. Он работает... Как это правильно выразительно? И можно пользоваться, находясь церквью, только Писанием. Это будет правильно? Какое? Протестантский лозунг, только Писанием. вот протестантский лозунг только по писанию вот этим лозунгом можно только им одни пользуются находясь в православной церкви или нет конечно но как ты будешь остановку просто прочитать он скажет я его прочитаю я беру дальше святых отцов потому что они не знали что такое будет я беру просто практичность и показываю но я перед этим вот что-то стало Златалуста Василий Милетий можно но проповедь-то твоя какая ты просто прочитал и все это сектанты только говорят а он сам такое говорит и другой раз только и прошепчешь не веди нас искушение это они думают что я прочитал ну прочитал и садись а что ты теперь дальше говоришь только по писанию видеть всю жизнь и тогда ты по неволе будешь я говорю долгота высота глубина широта я говорю я прочитал Златалуста а зачем я буду себе брать мне это не открыто у меня нет на это таланта я ничего не толкую епископ Белла говорит вы привыкли вот Игнати там толкует а ему тут ответил если он толкует сам вы покажите где Игнати не ответил ни одного слова нету этого что мое было а там ничего и не было потому что я 23 года пришел это тоже положительно что меня бабки не накачали своим у меня не было ничего и поэтому я на чистый лист это все писал и вот первый год только я первый год и вот мне кто будто бы вот так вот дал вложил но все-таки позади 57 лет и у меня ничего не изменилось только углубление больше я знал этого я не знал иронимы не читал теперь я его подсчитал вот и все а остальное а как вы могли узнать что так вот это я не могу ответить просто считай а у меня открыто то это вот так надо понимать и не было ошибки не было не было хоть один указал а почему я боялся всего я боялся входить в споры с католиками я никогда не рассуждал о троице никогда никаких вот этих почему это запредельно далеко мнение открыто святые отцы сказали и я запомнил как собор установили и так и говорил страх меня удерживал а другой которого не знает он так и бряхнул а теперь тот был Вячеславович принимал крещение ну ему такие вопросы он сегодня выставил ответы ответы если в книжке вот так вот сделать бывает 28 в стране есть ответ они между собой разговаривают а тот отвечает ты отвечаешь как Игнатий Тихонович он говорит это для меня высшая похвала а почему потому что каждое слово по слову Божию ему так много открыто вот он приехал домой и на него сразу ополчение он с бородой то это было вроде бы без бороды а работают в арапорту людям помогать там разобраться и увольняйся или в городе сбрей и везде стали вопросы и нашлись юристы там подсказали и сейчас его оставим в покое надолго или нет но привели его в порядок порядок в порядок в коронавии вот так вот нельзя я христианин он говорит тут посульман много в Казани он сейчас полежал батюшку и встречали они там и ездоров встречал его и согласно Слову Божию все у него получилось приехал с женой с отцом это первый раз так а теща он против ее потому что она близко со священником и священник там и без плотка вроде можно и что вы придумали в кого-то старуху не уродилась он говорит вы по Писанию посмотрите они его не могут никак взять-то а раз много это из Писания значит с какими-то ассептантами познался у нас так Библия она нам не принадлежит у нас что-то не а Библия конкретно да и аминь да или нет а что сверх того то вот и все надо научиться категориями священного Писания не бояться говорить а то вот так Библия написана там не написано ты добавил а раз ты добавил Бог говорит наложу язвы а если ты знал и не сказал боялся сказать то Бог говорит ему счастье в жизни как ты отнял эти слова нам открыто что 12.48 в ангелотеяна Господь говорит я не сужу слово которое я говорю оно будет судить вас в последний день вот эти слова мне прямо с первого же дня попали и я понял мое все труха прости меня Господи не голова мусорный ящик освободи меня вот говорят я просил у Бога мудрости Бог дал мудрости а я просил всю эту мирскую мудрость стереть ну и что я встал и забыл ну это это настолько мне кажется невероятным сколько этих анекдотов где вы не собрали за полчаса рассказывать и будут смеяться все как будто никогда не было как говорил Бог убрал дает и убирает это он только может делать что дает в это верит Бог дал мудрость а чтобы стереть прежнее не было я говорю верующий и у меня наплывет то старое где было я поплыл говорю тогда ну воспоминания а как избавиться никак только Бог не избавится вот и спрашивают часто эти вопросы задают и не мущество и не уберешь себя какие-то способы нет способов это твое я оно не умерло проси чтобы умерло ушло это сделает Бог у вас как-то все по насчитанному мне вчера говорят у вас как в зоне это нельзя это нельзя а только можно тоже нельзя и что нельзя и то нельзя выговаривать в интернете а этот был который Быхов писатель да Игнатий похвалился и говорит у нас ни одной потери не было купаются дети плавают в лодках никто его тогнул а с собой сразу девять девять матерей сидят и плащут родители родственников это им надо да как у него там быть говорить такому все поплавками окружил за ним не заплывает в лодке только двое один старший то есть такие правила дал там и тут там нет так это как раз и говорит о том что это и требуется у него ребенок а он сел на бортик то в ковард рулся доставай вас одна как есть еще что-то мы сегодня встречаемся с вами и расстаемся мы уезжаем в числе если Господь Богословит с Андреем договорились еще кто погибнет я затарился кошкой вот она сидит попросила двоих для знакомых они взяла они вот и все она тихо оказалась и кошки как все хорошие у меня здесь только шесть приведенные да да домашняя родились у нас ласковые чистые вышатики у меня подошла от такого сделала у кота да да белая кошечка вот так вот он и сегодня я вам уже троих отдал а трех оставить потому что это болеет когда паря поверилась больных я не дам они самой сравненецы коллег как коллеги если ничего у вас нету знаете перейдите на следующую коммерт петенции какие-либо советы или недостатки я бы выслушал просто мы уезжаем вы на нам заезжайте в любой момент вы на живите друзья я его заведу в этом катабора не будешь да и не так и нажимайте можно и по отдельности я его заведу я его заведу мы не знали без двух на жиле в непорочных и мать и бога нашего честнейшую георги и славнейшую без сравнения все Безвестения Бога, Слово Родшую, Сущую, Бога Родицу, Я величай. Господи, слава Тебе за этот прекрасный день осенний, за общение с родными и близкими людьми, за то, что вместе собираешь нас. Сохрани нас от всякого зла. Благослови Игнатия Тихоновича и всех, кто с ними уезжает. И нас сохрани здесь. Тебе слава. Благослови Игнатия Тихоновича. Благослови Игнатий Тихоновича, Благослови Игнатия. Врачи, заточи, Батюшка, вылезли.